В любой стране, где выращивают виноград и занимаются производством вина, с особой пышностью отмечают праздники, посвящённые виноградарству и виноделию. Исключением не стала и Тараклия, где 14 февраля состоялось торжественное празднование национального болгарского праздника Трифон-Заризан. В начале каждого сельскохозяйственного года болгары с древних времён праздновали день обрезания виноградной лозы. Эта традиция сохранилась и по сей день. В Тараклию в этом году традиционно съехались сельхозработники и почитатели болгарских традиций со всего района. Артисты театра «Смещен Петок» встретили Трифона и гостей праздника хлебом и солью на импровизированной виноградной плантации. Трифон-Заризан – это тот, кто обрезает виноградную лозу. В этом году роль Трифона выпала Фёдору Каларь. В этот день принято исполнять традиционный обряд, который, как считают люди, убережёт виноградную лозу от плохих погодных условий и принесёт хороший урожай. Для этого после обрезания виноградной лозы её поливают святой водой и вином. Когато бях още малък, моя дядо на мама, баща, беше лозарен. И той му води в лозата с него да му помагам. И там ме даваше новище. Аз събрек, тата и моя баща, систина жизнь на проработа в винозавода винодел. И аз отедях, може, че кажеш, потяните стъпки и поступих святой да се уча. От там кончих, под армират, вляжах в колхоза да работах и работих в виноградна бригада, може, че 28 години. И затова обичам лозята, обичам лозито, обичам винто и тъй станах лозарен. В тази работа на виноградовство най-тежко, може, че всичкият е ручной труд. Там, както начава да са прививките, трябва в ручной да се прививат. Но сега добре начинают да дават машинки прививалищни, тие прививат. А пък след нега се начава обрежка. Обрежка тази го е трудно, защото зимърска, лед, студенно, кално и трудно се ходи. И трябва всичко в ручной да го излежиш. То не може машина да го удежиш, а то там трябва да има технология. Трябва да го излежиш, да му ставиш чок за мечение, трябва да му ставиш поддова стрелка. И то там дабы дабы из зазмы, как торт, дады урожай, дабы и многого. После волнительной процедуры гостям праздника раздавали венки из лозы. Как гласит древняя легенда, в день смерти мученика Трифона, все местные виноградники внезапно подверглись нашествию полчищ вредителей, которые стали поедать молодые побеги. Отчаявшись спасти будущий урожай самостоятельно, виноградари обратились с молитвой к Трифону, прося святого избавить их от этой напасти. Каким-то чудесным образом насекомые исчезли, и в благодарность за это волшебство день обрезания виноградной лозы болгары назвали Трифонов день – праздник всей православной церкви. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, священнослужители храма святого Георгия Победоносца провели обряд освящения виноградной лозы. Этот праздник очень древний, он начал праздноваться в середине третьего века. Наши предки, отцы и деды, переселившись с Болгарии сюда, в Бессарабию, этот праздник Трифонзаризан наряду с другими традициями переняли и продолжают его соблюдать, находясь, проживая уже в Бессарабии. Для жителей Тараклийского района это один из любимых традиционных праздников. Он празднуется у нас ежегодно. В этом году организатором этого праздника является районный совет Тараклий вместе с премарией города. В праздники принимают участие художественные коллективы районного дома культуры, а также наш знаменитый ансамбль «Родолюбие». На праздник приглашены представители Министерства сельского хозяйства, представители посольства Болгарии, России, а также наши традиционные партнеры, с которыми районный совет имеет партнерские отношения. Здесь выставлена выставка, которая касается этого праздника. Хочу пожелать всем жителям Тараклийского района, да и всем, кто присутствует сегодня в нашем городе, здоровья в первую очередь, мира, благополучия. И, конечно, учитывая, что этот праздник связан именно с сельским хозяйством, начиная с сегодняшнего дня, принято, что начинается новый сельскохозяйственный год. Хочу пожелать всем, чтобы погода была благоприятной для выращивания сельхозкультур, чтобы к оселю мы имели богатый урожай, чтобы труд сельхозникам не пропал даром, и чтобы цена на продукцию, которую наши сельхозники реализуют, чтобы была приемлема, чтобы доход был. День святого Трифона или Трифон-Заризан, как его называют болгары, испокон веков празднуют не только виноградари, но и все, кто трудится на земле. Я уже работаю седьмой год в фирме Биасал Кым. Тяжелое что? Когда непогода. Каждый год у нас день учения идет, потом дальше. Вспоминаем прошлое, где не знаем, спрашиваем. Я уже работаю четвертый год. Мы занимаемся обрезкой, прошевкой, подвязкой и так далее. Как на поле, конечно. Что самое тяжелое в работе? Самое тяжелое, сказать вам честно, закапывать виноград, когда есть такой сорт, который замерзает. И мы ее закапываем. Тяжело, конечно, с лопатами, погрозью, когда замерзший, когда снег, одно другое. И работаем, конечно. Среди гостей праздника руководители районов и других городов страны, представители Министерства сельского хозяйства страны, а также представители дипломатических миссий в Республике Молдова. Этот праздник, который празднуется у болгарского народа, в болгарских селах нашей страны, очень своеобразный. Потому что именно вспоминаем о традициях, которые имели болгары. Вспоминаем, что виноградная лоза – это очень кропотливое растение, которое требует особенного подхода при уходе. И хочу отметить, что, несмотря на то, что она очень требовательная растение, она отзывается на труд виноградарей. И как было отмечено сегодня, что ей виноградари Тараклийского района в прошлом году получили очень хороший урожай, даже выше, чем среднего по республике. И в целом и по республике был очень хороший урожай. Но потенциал виноградного растения больше. Она может больше давать урожая. Главное, чтобы мы получили качественные грозди, столового винограда, качественный виноград для производства вин, и чтобы эти вина нашли рынки сбытка. Хочу отметить, что с каждым годом возрастает экспорт и столового винограда, и молдавских вин. И я думаю, что все, которые потребляют виноград молдавский, в произведении в том числе и в Тараклийском районе, они оценят на самом высоком уровне особенности этого продукта и будут иметь в дальнейшем хорошее настроение. Потому что говорят, если хочешь быть довольным, иметь в хорошем настроении один день, пей бокал вина. А если хочешь быть счастливым всю жизнь, посади кузь винограда. Я думаю, что тогда все получат хорошее удовольствие от той работы, которую они делают. После всех традиционных ритуалов праздник Трифон Заризан продолжился большим концертом с участием болгарского народного ансамбля песни и танца «Родолюбие». Для гостей праздника организаторы приготовили традиционные болгарские закуски и горячий извар. Считается, чем ярче будет праздник, тем больше будет спориться в этом году работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова